Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Андреас Винс, руководитель Адлер Академии, записал сообщение, в котором поделился своим видением ситуации в Life is Good. В частности, он упомянул, что лично контактировал с Романом Василенко, и тот подтвердил, что работа по восстановлению сайтов идет полным ходом. Мы нашим слушателям желаем всего самого-самого доброго. Я очень благодарен за те письма, которые вы тоже со своей стороны посылаете к нам в Адлер Академию. И где-то слова сочувствия, где-то слова помощи и мотивации. То есть, когда это все вот так обоюдно друг с другом происходит, это очень-очень большое дело. И мои ребята, несмотря на то, что они находятся в очень тяжелых условиях, ну, многие из них сейчас с Украины переехали в Германию, кто-то остался там. Я сам как раз на начало войны в Украине, я был там в Украине, я как раз проводил там семинар. И вот когда 24-го это все началось, я как раз был в Киеве в гостинице. Мне в 5 утра меня разбудили со словами, началась война. И потом я 48 часов добирался домой. Ну, то есть, я сам это на своей шкуре все пережил. Это очень-очень тяжело, очень печально, что так все происходит. Но, друзья, мы со своей стороны всегда, я вот как я всегда так понимаю и говорю, что бизнес или люди, которые занимаются хорошим, добрым, нормальным бизнесом, они должны быть вне политики. И какая разница, кто в каких странах находится и на каком языке говорит. Мы перед Богом все одинаково, мы его дети. Да, и если где-то идет какая-то убийственная, братоубийственная война, это очень-очень жалко. Знаете, когда-то, когда только на этой земле еще была одна семья, Адама и Ева, и там было два сына, Каин и Авель. Может быть, помните, да, кто Библию читает. То там эти два брата, они между собой не смогли уже поделить то, что должны были поделить. И один убил другого. То есть вот столько, сколько существует мир, столько существует вот эта проблема, это тяжелое такое обстоятельство жизненное. Вот это все есть. Но мы должны быть выше всех этих обстоятельств. И когда мои люди, даже вот находясь там на границе, в переселениях, там где-то в поездках, там убегают там куда-то, но у них есть компьютера, телефоны, они все равно звонят, они все равно ведут продажу, они все равно все делают, как положено. И поэтому Адлер Академия со своей стороны в интернациональном плане мы как были, так и есть вместе с Life is Good. Мы никуда не исчезли, мы делаем свое дело и готовы помогать и общаться, и мотивировать, и все остальное, как всегда. Как будто нигде ничего не произошло. Вот с нашей стороны я хочу это сказать, что мы на месте. Если вы нас вдруг слушать где-то не можете, то есть возможность через VPN подключаться и слушать, чтобы вы знали, что эта возможность есть. Если VPN бесплатные, они не всегда хорошо работают. Есть платные VPN, они там 2 доллара, по-моему, в месяц стоят. Вы можете их взять, и они тогда не пропускают никакие вирусы, и они в хорошем состоянии, и можно спокойно через VPN к нам в кабинеты заходить, нас слушать, у нас на вебинарах быть. Теперь, когда мы узнали, что с Россией, со стороны России, мы не можем больше принимать никакую валюту, кроме криптовалюты, то мы за 2 дня у себя нашли выход и возможность принимать оплату в русских рублях. То есть если кто-то вот сейчас в понедельник захочет пойти на вебинар «Бизнес-диалог», это мы будем учить там, как новые команды строить, как знакомиться с людьми на улице, как знакомиться с людьми в интернете, как с ними в интернете работать и так далее, то есть возможность русскими рублями оплачивать этот вебинар. То есть такая возможность есть. Еще один маленький мотивационный момент для вас. Мы для вас заморозили курс 86. То есть, несмотря на то, что сейчас курс рубля 120, там где-то по 86 рублей, вы можете брать этот курс и до 12 часов в понедельник оплачивать понедельник вечерний вебинар, который будет в 6 часов вечера по Берлину или в 8 по Москве. Это маленькая такая информация, чтобы вы знали, что мы нашли возможность в рублях все принимать, в рублях учить. Более того, заморозили вам другой курс. То есть мы со своей стороны делаем все, что можно только сделать, чтобы быть вам полезными. Я недавно написал в Фейсбуке, в Телеграме, Инстаграме, везде свое высказывание. Может быть, вы его читали. Значит, там я написал о том, что в мире хаоса есть единственный шанс в этом хаосе выжить только в одном случае, когда мы этот хаос не пускаем в свои мысли и в свое сердце. Как только мы его туда пустили, мы начинаем всем этим болеть. У нас начинаются проблемы, приходят переживания, мы потеряются силы, перестаем работать и так далее. Когда мы этот хаос в душу и в сердце не пускаем в наши мысли, в наше сознание, то в этот момент у нас есть шанс сохранить свое психологическое здоровье. Вот мне сейчас один сотрудник у Лилии Щербаковой говорит, Андреас, ну как быть? Вот только поговорить с ребятами, вроде все нормально. Завтра они опять какое-то видео дурное посмотрели, опять где-то чего-то понаслушались и уже опять снова болеют. Но я ему тогда сказал, вот смотрите, что такое крысиный яд? Крысиный яд это на самом деле вкусная еда, которую любит крыса. Она очень умная, она никогда не будет есть ту пищу, которая ей не понравится. Но в этой пище внутри спрятан яд, который потом ее травит. Вот нечто подобное происходит сегодня с теми людьми, которые прилипли своими лицами ко всем этим сообщениям, ко всем этим интернетам, ко всем этим телевизорам. И люди доходят до такого маразма, что они уже реальность не могут отличить от того, что они слышат и видят по телевизору. Им уже все за чистую монету кажется, все, что они там увидели, что да, действительно, это правда. Понимаете, вот так можно сегодня исказить все, что угодно. Гибридная война, она гораздо страшнее нормальной войны. Ну, нормальную войну никогда не назовешь. Я имею в виду сейчас физической войны. Психологической, она всегда страшнее, чем даже физическая. Поэтому очень важно во всей этой ситуации держать себя и держать свое сознание в чистоте. Это очень важно. И вы знаете, есть такое высказывание, что вода вокруг корабля, она не страшна кораблю. Даже если шторм на улице, даже если проблемы очень серьезные, качка там и все остальное. Какая вода страшная, которая в трюме? Вот если вода в трюм попала, тогда все, тогда тонет корабль. Вот поэтому мне хотелось бы вам оставить этот посыл, друзья. Мои люди, вы знаете, что большая часть из них жила в Украине. Сейчас они, кто переехал в Германию, кто переехал в более безопасные места. Мои люди все остаются у руля, все трудятся, все работают. Никто не останавливается, невзирая ни на какие ситуации. Я Роману сказал, Роман, мы с 2014 года вместе, на меня можно положиться. Мы с вами остаемся в строю и даже если надо, мы сейчас бесплатно, мы бесплатно работаем. Работаем для того, чтобы всем было нормально. Вот это с моей стороны такой посыл для вас. Что теперь важно, друзья? Вы знаете, что Life is Good делает все возможное, чтобы победить в своей войне. Тут идет двойная война. И та война мафиозная, та война системная. То есть Life is Good сейчас борется не против какого-то человека, а Life is Good сейчас борется с самым главным финансовым магнатом России, с Центробанком. Вот чтобы вы просто понимали, с кем борьба идет. Далее война идет с системой, мафиозной системой. Самой настоящей мафиозной системой. Которая имеет одну цель. Добраться до ваших активов или до наших активов. Потому что активы Адлер Академии в ВИСТе очень большие. И то, что мы сегодня к ним добраться не можем так же, как и вы, это очевидно. Мы так же сегодня сидим и ждем, пока все начнет работать. Потому что у нас были большие активы в ВИСТе. Но мы не боимся, мы не переживаем, мы не сдуваемся, мы ждем. Точно так же, как и все. И я понимаю, что в войне, когда есть реальный враг, а этот реальный враг есть, то его нужно побеждать. И побеждать его можно спокойствием, хладнокровием, а не паникой. Вот это очень важно сейчас для себя понять, друзья. Если бы компания Life is Good была бы пирамидой, то сейчас есть просто фантастическая возможность умыть руки и сказать, «Ребята, ну вы извините, но мы здесь ни при чем. Ну мы что ли эту войну развязали? Ну вы видите санкции, вы видите проблемы, вы видите, все закрылось. Вы видите, какая ситуация, вы видите, какой беспредел идет в России, вы видите какой-то бандитизм. Ну на нас наехали, у нас забрали, все, мы не можем ничего, извините, до свидания». Вот это был бы сейчас выход, если бы это была пирамида. А так как это не пирамида, а нормальная, живая, нормальная, серьезная компания, на которую наехали жестко, беспредельно, то она борется. И все эти суды с ЦБ идут не потому, что Роману больше делать нечего и он решил с ними посудиться, а потому что он борется сейчас за всех, за вас, за свою собственную честь и за честь всех сотрудников, и за всех клиентов, и за нас в том числе. Так или нет? Нет? И поэтому в данный момент нужна поддержка, нужна мотивация, нужна общая поддержка от всех вас. И пишите больше Роману позитивных вещей, позитивных, добрых писем. Понимаете, что мы вместе, мы держимся, мы помогаем, мы никуда не сбежали. Я не знаю, если кто-то из вас читает Библию, то в Библии есть очень интересный пример. Я его сейчас расскажу. Это пример еще из истории Ветхого Завета, когда израильский народ был в войне, если не ошибаюсь, медианитяне, по-моему, или филистимляне. Я сейчас точно не помню. Но сама суть в том, что Моисей сидел на горе и держал руки вот так наверх, молился к Богу. И когда он держал руки наверх, то тогда побеждал Израиль. Когда он опускал руки, побеждал враг. Потому что он не мог целый день сидеть вот так с поднятыми руками. И тогда у него было два помощника, Арон и Ор. Эти два человека посадили Моисея на камень, а сами подставили свои плечи под его руки, чтобы у него руки были наверх к Богу. И в этот момент израильский народ победил. Эта интереснейшая история в аллегорическом плане очень хорошо показывает, что должны делать люди, когда плохо кому-то, когда лидеру плохо. Они должны быть теми, кто готовы плечи свои подставить под эти руки, которые сейчас борются с Центробанком и со всеми остальными. Понимаете, не отбивать руки, а подставить свои плечи. Не ныть целыми днями напролет, а наоборот стараться быть мотивированным. Каждый на своем месте, как я в посте и написал, каждый должен делать что-либо, чтобы этот хаос прекратился. И каждый на своем месте. То, что мы можем, мы должны делать. В данной ситуации, если как мы с вами все на сайтах это читаем, как я от Романа это лично знаю, сейчас делается все. И компьютерщики работают, они уже взломали эту систему, уже сейчас в сайты написано везде, что через 30-40 дней все это дело начнет работать. Компьютерщики работают, с прокуратурой работают, со всеми остальными делами тоже работают. Итак, по словам Андрея Сувинца, он лично связывался с Романом Василенко. И Роман подтвердил, что работа по восстановлению сайтов продолжается. Несмотря на это, знаете, вы как бешеная собака, хочет укусить в последний момент кого-то, да? Так вот сейчас случилось и с отцом Романа Викторовича. Этого старичка, которому больше 80 лет. Арестовали, начали издеваться над ним, довели чуть ли не до инфаркта, потом через два дня отпустили. Но сама суть, это о чем говорит? Это говорит о их бессилии. О том, что они уже без всякой совести, без всего делают то, что еще, где еще можно укусить, еще там кусают. Андрея Сувинц подтвердил информацию о том, что отец Романа Василенко был задержан. И через два дня, как мы услышали, он был отпущен. Но вы со своей стороны должны быть спокойными, потому что в спокойствии сила, не в панике. В спокойствии всегда огромная сила. И вот это сейчас важно иметь всем Life is Goodwill, быть спокойными. Дальше продолжать свое дело. Сейчас, пока вы не можете активно продавать, вы можете активно тренироваться. Я вот сейчас только что спрашивал Лилину, дирекцию Лилину. Я говорю, скажите мне, пожалуйста, когда футболист знает, что ему через месяц надо играть, допустим, там, ну, скажем, на европейских соревнованиях или мировом соревновании, футбол. Вот он знает, что он должен играть. Он теперь целый месяц сидит, ждет, пока этот день придет? Или что он делает? Он каждый день тренируется, правильно? Он тренируется на поле, чтобы в тот день, когда он выйдет на поле, чтобы он мог играть игру. Согласны со мной? Вот сейчас эти 30-40 дней у вас есть, чтобы активизироваться, чтобы тренироваться, чтобы слушать АВ-радио. Я вам говорю это серьезно, делайте это. Идите на наши вебинары и семинары. Сейчас в понедельник будет семинар «Бизнес-диалог». Как знакомиться с новыми людьми на улице, в интернете, что делать, как их звать в бизнес. Тренируйте продажи, тренируйтесь между собой, собирайтесь один на один, вместе с офисами тренируйтесь, чтобы в тот момент, когда официально заработают снова сайты, вы были готовы делать бизнес. И очень важно, друзья, переосознать, что вы делали до сих пор неправильно. Мы сейчас тоже вот взлили на дирекцию, об этом говорили. Я думаю, у вас теперь есть очень хорошая возможность проверить и осознать, что было неправильно сделано. Где вы людей неправильно заводили, где вы им предлагали инвестировать в кредит, где создавались вот эти всякие воздушные замки, которые никому сто лет не нужны. Вы теперь это все почувствовали, все увидели, пожалуйста, переосознайте это. Если где-то извиниться, надо извинитесь перед этим, что такие дела делались. И начните это делать правильно, чисто и аккуратно. Друзья, только тот бизнес всегда функционирует через любые трудности, тот, который делается честно, на пользу людям. Вот я вам всегда об этом говорил на всех вебинарах, на всех семинарах, на всех обучениях. И сейчас еще раз хочу этот посыл вам оставить. Друзья, пожалуйста, переосознайте сейчас все, что было. Никогда не приходят такие трудности просто так. И когда приходят трудности, тогда у человека есть шанс проверить себя. Есть такое хорошее выражение. Когда человеку некогда смотреть на небо, Бог кладет его на спину. Ну, другими словами, посылает болезни. И когда человек болеет, когда он может лежать вот так, думать, осознавать, переоценивать, к Богу обращаться, тогда в его жизни налаживаются процессы. Поэтому в данный момент Лайфис будет лежать на спине. Окей, да, все это понимают. Но этот момент нужен для чего? Не для того, чтобы сдуться и смыться, а для того, чтобы переосознать, найти ошибки, исправиться. И как только появится возможность сделать свое дело правильно. Вот это важно. И последнее, что мне хотелось вам сказать, друзья, я недавно записал этот открытый эфир в Телеграме. Вот у меня в моем саду есть плакучая ива, огромное дерево. Я на него смотрел всегда. Ну, ветки, ветки, все нормально, там что-то начинает распускаться. А потом пришел ураган. Был мощный ураган. У нас вокруг деревья выкорчало. Мои все, к счастью, целыми остались. Но интересно другое. С этой ивы у меня весь мой сад облетел этими веточками маленькими. И мы потом собрали огромную кучу. Это все было на этом дереве. Чего видно не было. Теперь это дерево цветет, но оно чистое. Все сухие ветки отлетели. Поэтому, когда трудности приходят, всегда облетает то, что было сухим, мертвым. Живое остается на месте. И потом оно красивое и радует взгляд людей. Я вам желаю, друзья, быть вот этими живыми, красивыми веточками, которые ураган прошли и целыми остались. Которые способны радовать глаз окружающих. Которые способны делать свое дело. Не сдуваясь и не сдаваясь. И помните, что если бы life is good, было бы пирамидой, она бы давно ушла бы с рынка. А так как она борется, она нуждается в тех, которые готовы поддержать руки. Вот так я хочу, может быть, вам такой маленький посыл оставить. Желаю вам всего самого доброго. Молодцы, что вы проводите мероприятия, несмотря ни на что. Делайте это. Тренируйтесь, мотивируйтесь, подыскивайте новых. И как только life is good даст зеленый свет, в этот момент вы должны быть готовы ехать. В этот момент надо двигаться. Сейчас пока горит красный. Он потихоньку переходит уже в желтый. И уже вот чуть-чуть осталось, чтобы можно было по полной программе стартануть. Поэтому будьте к этому готовы. Всех обнимаю. Жду на вебинарах, на семинарах. Слушайте наше радио. Не сдувайтесь, все будет в порядке. Итак, по словам Андрея Савинса, сейчас пока еще горит красный, но уже переходит в желтый. И осталось совсем немного до того момента, когда уже можно будет стартануть. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в нашу группу в телеграме. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.